всем добрый день продолжаем эксперименты вот прислали мне такую интересную штуку но пришлось ее разобрать где-то что-то тут коротила вот я нашел и сейчас соберу и вам все покажу с виду это что-то такое старенькое но вот выдала на воде вот этот набор конденсаторов скорее всего так и было что это что-то старое но вот конденсаторы поменяли сейчас попробую собрать из то есть из другой стороны вам показать что это такое вот здесь вот вылезла старая болезнь сейчас мы тут кончик откусим так вот здесь вот кончик откусили мы можем назад прыгнуть да то есть там где наводил тут все нормально я разобрал посмотрел коротила не здесь да вот у нас такая панелька самодельная вот лампу г-807 вот такая лампочка сейчас мы на место поставим все будет окей то есть вот так видите вот такой трансформатор большой стоит силовой значит блок питания вот друселек какой-то стоит честно говоря я не знаю какая тут схема сейчас попробуем вместе посмотреть что это такое так закрыли крышечка это все дело попробуем перевернуть вот так интересно это все выглядит сверху здесь стоит г-807 сейчас поставим 6 по троечке вот так утоплена было сейчас поставим сверху вот так она вставляется ну довольно плотно вставляется г-807 да уж извините что на мобильной телефон снимаю ведь этот дроссель такой старая 6 по тройке мне показались подозрительными сейчас поставлю две новеньких так сели на место теперь посмотрим как это выглядит с лампочками все так понимаю что это модулятор это задающий генератор это для связи с антенны используются вот еще один подстроечный конденсатор а это похоже что модуляционный трансформатор но это силовой естественно трансформатор вот такой какой был такое видно уже поставили то есть это что-то из из старенького что-то из старенького от кроме блока питания наверно блок питания усилили и вот из старой шарманки сейчас покажу переднюю панель вот из старой шарман очки сделали такое вообще проблема в чем была проблема в том что если помните антенна beverage она типа берет там чуть ли не шорох ну зашел спор у нас я говорю ну где-то он между нами расстояние там 140 150 километров 6 по тройку естественно вряд ли ты услышишь виктор он говорит ну вот ватт-20 я бы наверное говорит услышал я говорю ну у меня антенна там такая чисто для приема у меня нет передающей антенны ну давай попробуем я говорю ну давай так у меня передатчик это нету никакого он будет а у меня где-то там за кромах валяется что-то вот он что-то достал что-то сделал суть эксперимента состоит в том чтобы попробовать запустить и посмотреть будет ли слышно на антенну beverage на на прием вот на 140 километров допустим через 140 километров вот как бы вот такая была идея не то что там работать на нем а чисто такой эксперимент провести ну попробуем включаем так вот все нормально миллиампер метр перестал зашкаливать лампочки засветились они в принципе светились нормально как информатор прыгал теперь все нормально где-то в старом месте был прокол пока доехал видно его расстрасти и поэтому была проблема но надо подключать антенну смотреть так это штекер аудио штекер такой у меня так это у меня как как бы антенна как бы заземление противовесов тут нет их надо делать еще эти противовесы ну хотя бы посмотреть качество трансляции ну вот так закрыли корпусом чтобы никого не убил а если коты прилезут все-таки напряжение тут наверное не знаю не не проверял напряжение надо было посмотреть схема нету в принципе но нога 807 вольт 600 700 подается обычно так включаем так ухты заработала вот он идет сигнал вот он да это он специально такой старенькая что-то поставил чтоб youtube не банил работает проверяем дальше к сожалению амперметр так и не заработал миллиампер метр но зато он уже не показывает короткое вот это уже пошел эфир ну напоминаю что суть эксперимента будет примет ли 20 ватт на расстоянии 120 140 километров антенна бэвериджа на этом пока заканчиваю если кому интересно продолжение нашего эксперимента ставьте лайки не ради лайка ради того чтобы мы как бы поняли что эта тема интересна не только нам но наверное и вам тогда интересно спасибо а это моя радио . тоже собираюсь ее восстановить со временем вот такая интересная еще какого года то ли 51 гвозд вот и дата выпуска 55-й год и заказ 55-й год ленинградской артель артист артель артист нет артель радиста нет артель радист задумали мы еще деревянный передатчик сделать вот он так примерно будет выглядеть такие катушки деревянные вот такие вот катушечки так знаю пока еще все так в процессе пока непонятно что еще с этого получится потому что решили еще вот похоже сделать вариометр похоже на эту катушечку только чтобы это было вариометр и получится такой вот деревянный передатчик но это все пока в процессе еще всем спасибо за внимание до новых встреч